Добро пожаловать на просмотр обзора игры под названием LS Garage, симулятор гаражного тюнинга. Эта игра вышла буквально вчера, мне сказал подписчик, что вот выходит такая-то игра, даже сказал во сколько часов она выходит. И я её конечно же скачал и протестировал, и хочу сказать, что она просто замечательная. Лично мне она зашла просто на 10 из 10. Посмотрим про что эта игра сегодня, покажу вам, всё объясню, покажу, думаю вам тоже зайдёт. Итак, начинаем с менюшки, как обычно. Так, значится у нас здесь 4 кнопки, старт, автосалон, голосование и профиль, начнём снизу вверх. В профиле мы можем редактировать своё имя, то есть никнейм придумать, ну и поменять фотографию. Здесь 24 аватарки, выбираем любую и ставим. Вот, также у нас пишется сколько у нас было побед, сколько было поражений. Ну и коллекция машин, мы вот те машины, которые собирались, чтобы про них не забыть, мы можем их сохранить в коллекцию и потом посмотреть. Вот пару примеров моих проектов, которые я делал, тачки здесь есть нормальные, есть из-за колхожена на типа этой. Всем этим мы можем делом поделиться, нажав данную кнопку. Вот нам предложат, можем вконтакте поделиться, к примеру, я не знаю. Можем это сохранить на устройство, ну и удалить. Всё, тут мы всё посмотрели, справа можно написать поддержку, политика данных и соглашение. Можем выключить звук, включить звук. В общем, всё очень круто сделано. Голосование. Здесь мы будем голосовать за машину дня. Сейчас 228 участников. И каждый человек голосует за машину, которая ему понравилась, и за это ему дают один кристалл. По-моему, это очень выгодно и интересно. Но я долго мотать сейчас не буду. Какая машина первая понравится, такой поставлю сейчас голос. Так, что у нас здесь есть? Интересно, ну как видите, здесь очень много интересных машин, которые не заколхожены. Так, очень круто сделано. Вот, к примеру, мне понравилась эта девятка. Всё, голос принят. Один алмаз мне засчитали. Результаты будут 14-го числа. Что ж, дальше есть автосалон. Там мы будем открывать машины. Сейчас у меня классика 1. Это там шестёрки, вот всё это дальше пойдут уже семёрины, четвёрки. Ну и потом девятки до восьмёрки. Вот 99-ая, есть даже кабриолет. Чтобы их разблокировать, нужно заплатить либо же 300 алмазов, либо же купить за донат. Он стоит 179 рублей. Это комплект из четырёх машин. Хиты 80-х. Этот, наверное, семёрки будут подешевле стоить. 99 рублей. Здесь тоже пак из четырёх машин. В общем, как-то так. Ну и также присутствует, конечно же, донат. Мы можем за донат пополнить счёт монет и счёт кристаллов. Вот, как-то так. В общем, кстати, донат вполне адекватный. 99 рублей. Я думаю, это не так уж и много. Ну что, начинаем игру. Нажимаем старт. Погнали. Всё, пошёл поиск участников. Сейчас мы будем оценивать машины игроков. То есть мы будем в роли жюри. Нам даётся 14 секунд. И мы выбираем машину. Вот, к примеру, мне понравилось это. Я ставлю ей лайк. Сейчас здесь будут таких три машины. Ну, три этапа. Здесь вот эта лучше. И вот так, каждый на свой вкус выбирает. Ну, вот, тоже неплохая такая. Всё, теперь наша очередь. Сейчас мы создаём свой стиль, свою машину. Так, можно сделать однотонную. Просто цвет дисков поменять цвет. Самой машины поменять вот так. Но я, пожалуй, выберу не однотонную машину, а с рисунком. Раскраску мы сделали. Мы можем занизить машину. Это идеально. Ну, и теперь мы можем поменять шины. То есть, оп, оп. Нет, эти шины мне как-то не очень нравятся. Но для примера покажу. Их можно увеличивать. Их можно уменьшать. То есть здесь всё можно прям конкретно тюнинговать. Ну, и вот, зачем здесь деньги? А для того, чтобы открывать по одному сруту вот один слот 40 рублей. Я на него нажимаю. Здесь открылись вот такие диски. Поставлю их. В принципе, нормальные. Ничего так выглядит неплохо. То же самое с дисками. Мы можем их поменять всяко. Поставить такие, такие. Вот, можем прям вот так сделать. Ну, пусть такие вот будут. И здесь вот такие. В общем, как-то так. Дальше у нас внешний тюнинг. Мы можем убрать бампера, зеркала. Ну, я уберу только бампера. Можно поставить вот кондёр прям. Или что-то такое. Антенну. Ну, пусть будет. Так, это я не хочу. Ну, и в салоне всякие побрякушки повешать. Давайте за 40 откроем. Ещё одну. А, ну, тут мигалка не такой себе. За 60 давайте откроем. Это что у нас? А, типа без капота. Ну, ладно. Пусть так будет. Чё. Дальше у нас идут наклейки. Мы выбираем любую из них. И перетаскиваем на любое место машины. Можем их увеличить. Можем их уменьшить. Есть даже функция такая, что на стёкла можно всё это налепить. Всё, мы собрали свою боевую классику. И мы нажимаем кнопку на батл. Мы можем её сохранить в профиль. То есть, то, что я вначале показывал. А можем идти сразу же на батл. Вот здесь. А, здесь уже 10 туров и финал дня. Вчера было 9, сегодня уже 10 туров. Так, идём мы сначала на первый тур. Сейчас будут нас, вот наш соперник. Нас сейчас будут жюри оценивать. У кого из нас лучше тачка. И как мы будем выигрывать? Будем переходить на тур выше 1. 2-й, 3-й и так далее. В общем, всё понятно. Вот. Участники. То есть, моя Жига. И Р915537. Ну и он выигрывает. Я не знаю, как такого говнилого может выиграть. Ну ладно. Мы сразу же проиграли. Но за алмаз мы можем переиграть ещё раз. На этой же Жигули. Я считаю, она выглядит более-менее нормально. Но в любом случае лучше, чем вот тот ужас на колёсах, который победил. Но вот это, кстати, годно. 99-я полицейская. За неё я бы отдал голос. Тут реально годно. Но сейчас она 100% выиграет. Хотя, не знаю. Здесь иногда жюри попадаются, которым от силы 9 лет. И они выбирают какой-то трэш на колёсах просто. Но вот тут я бы сам проголосовал за 99-ю. Она реально выглядит очень годно. Так, ладно, чё. Идём тогда в меню. И будем брать следующую машину. Вот этот чел геологии. Я за неё специально голосовать не буду. Вот эта машина лучше разбитая. Жига. Хоть и разбитая, но хотя бы не колхозно. Вот эта годно шестёрка выглядит. Так, интересно, какая нам сейчас машина выпадет. И с каким тюнингом. Потому что это всё может решать... О, вот это просто шикардо стачка. Я делаю по своему вкусу. И мой вкус 100% не будет совпадать с вашим вкусом. Поэтому примите как есть. Уж какую сделал, такую сделал. Всё, погнали на батл. Я доходил до восьмого тура как-то раз. Но там я вылетел. Печально весьма. А почти дошёл. Вот наш соперник. У него много, кстати, наград. Но неплохая жига. Вчера было гораздо легче выиграть. Сегодня реально сложно. Стало очень много годных жиг попадаться. Потому что у всех появились деньги. И все расширяют тюнинг. Поэтому сейчас стало выигрывать сложнее. Хотя нет, по дискам смотрю у него не очень как-то. И стекло лишнее разбито. Ну всё, все три лайка поставили мне. Всё, мы победили. Выиграли один кристалл и 60 рублей. Всё, переходим во второй тур. Здесь уже приз 2 кристаллика. Ну и денег побольше. Победа 11. Поражение 9. Ну не знаю, спорный вариант какой-то. Вот эта сзади штука лишняя. Стритрейсерская. Которая, типа когда они стартуют, чтобы их на дыбы не так сильно поднимало. У них сзади такие колесики ставят. Не, лично я бы не стал голосовать за неё. Не потому что она не моя. Ну, сами видите, даже жюри со мной кроме третьего чела согласен. Но я уверен, этому третьему челу не больше 10 лет. Раз за такое проголосовал. Третий тур мы уже прошли туда. И тут уже аж не 2, а 4 алмаза нам дадут. Ну, тоже как-то спорно, я не знаю. Ну, и кто же сейчас победит, мне интересно. Ну, у него такая какая-то жига. Цвет не очень нравится. Вот, типа серый. Ну, тут побеждаем мы. И всё, мы переходим уже в четвёртый тур с нашей жигой. Ну, и вот таким образом можем добираться до финала дня. И вот там уже будут голосовать за тачку дня. И вам будут давать разные награды. Ну, в принципе, жига у соперника не заколхожена. Вот, неоновая подсветка, по-моему, немного лишняя. Да. Ну, в принципе, умеренно. Бывало и хуже. Поэтому, возможно, сейчас победит и он. Да, провайкали за него. Хотя я бы и провайкал лучше свою. Жигуни, потому что она моя. Ещё раз говорю, о, победа первого тура. Отличное начало так держать. Нам дали одну награду. Победа первого тура. Победа второго тура. Победа третьего тура. Вот так сразу три награды мы завоевали. Ну, а сейчас предлагаю вам сделать максимально колхозную тачку. И посмотреть, до какого тура мы с ней пройдём. Мне очень интересно. Так, ну, сначала проголосуем. Ну, неплохая тачка. Такая, немного колхоз. Но выглядит футуристично. Ну, что. Как раз попалась так уголовская расцветка, которую я хотел. То есть, значится. Берём мы сейчас свет. Так, жёлтый, жёлтый, жёлтый. Берём жёлтый цвет. Дверь будет пусть голубая. Вот водительская дверь. Вот так. Дверь пассажира. Ну, в принципе, красный и красный. Пусть будет красный. Вот так. Всё. Ну, и цвет дисков. Я не знаю, пусть белый, да белый. Дальше, что у нас есть? БПА-нская посадка. Занижаем её практически максимально. Ну, пусть предпоследний бот. И даже можно наклонить назад немного. Из дисков, что у нас есть? Вот. Увеличиваем заднее колесо. Увеличиваем переднее колесо. У нас зад просто в упор к земле уже начал лежать. Диски. Диски, диски какие. Ну, вот. Пусть такой будет. Передний диск вот так будет выглядеть. Боже, какой же это ужас, конечно, получился. Ну, и всё. Делаем её максимально растороненно. Убираем все детали. Ставим ржавчину. Можно подножку поставить. И трубу спереди просто. Вот такая вот боевая. Пусть будет у нас боевая классика, так сказать. Ну, и какие есть наклейки? Денджер. Денджер, опасность. Действительно, здесь это очень опасно выглядит. Всё это дело. Так. Вот. Пусть, я не знаю. Вот так вот. Вот Денджер. Ну, неплохо, неплохо. Ещё одну наклейку открою, пожалуй. Ну, и я сюда вот прилеплю. Вот. Просто посмотрите на этот колхоз. Дихий. Всё, погнали на батл. Первый тур. Погнали. Против нас соперник. Видимо, не очень опытный. Нифига себе. Ну, неплохая жига, должен сказать. Ну, я не знаю. Даже не знаю. Здесь тоже очень спорный вариант такой. Ну, в принципе. В принципе. Тут неудивительно, что... Ничего себе, мне лайк поставили даже. Кто-то моему колхозу поставил лайк. Давайте ещё раз переиграем. И посмотрим. Может, сейчас соперник послабже попадётся. И может, мы всё-таки вытащим. Я не знаю, честно. Ну, давай. Чё так долго-то? У неё поражений очень много. Не. Фу. Фу. Наклейка лишняя. Спереди отстой вообще. Честно. Мне мой колхоз даже больше понравился, чем вот это вот. Не знаю. Такое себе. Какая-то конфетка какая-то просто. Вот ставьте мне. О! Понятно. Вот этот колхоз полнейший обошёл просто на изи. Мой колхоз обошёл вот этот вот зализанный леденецовый олипоп какой-то вообще. Отстой. Второй тур. Погнали. У Челу 35 поражений. А, не. Фу. Понятно, почему у него 35 поражений. Да. Цвет дисков вообще отстой. Диаметр дисков не подходит. Вообще сами диски здесь вообще не к месту. Никак. Мне его тачка вообще чуть не зашла. Ну, раскраска не паха. В принципе, как сгущёнка СССРская. Это знаете. Ну и всё. Он собрал все 3 лайка. Снова там жюри 10 лет, которым попались. Ну что. То есть вы поняли, что эта игра очень крутая. Ссылка на неё в описании. Уже она абсолютно бесплатна. Скачивайте и будем играть. И пишите в комментариях, нужен ли стрим по этой игре. Лично я её оба стримил, не знаю, минут 40, наверное, или 50. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео или же на стриме. Удачи.